Доброе утро, уважаемые коллеги! 10 часов, начинаем работать. Пожалуйста, включите режим регистрации. Хорошо, разбросали. Покажите результат. Кворум имеется. Сегодня дни рождения отмечает Анатолий Борисович Выборный и Александр Владимирович Четверяков. Давайте их поздравим. Пожелаем самых больших успехов. Ставлю на голосование за основу проекта повестки. Покажите результат. Принимаем за основу. Переходим к поступлениям представителей фракций. Приглашаю на трибуну Олега Николаевича Смолина. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, сегодня мое последнее выступление в Государственной Думе 6-го созыва от имени фракции, но обратиться я хочу ко всем, независимо от фракционной принадлежности. И посвятить это выступление намерен даже нелюбимым мною вопросам образования и социальной политики, но вопросу об одном из национальных символов нашей страны, а значит и о ее ценностях. Приближается 12 июня, день национального самоунижения, который парадоксальным образом считается праздником и при том едва ли не главным – Днем России. В 90-м году, коллеги, мне довелось быть народным депутатом России, и этот день, 12 июня, не забуду никогда. Помню, как в едином порыве 907 моих коллег стоя бурными аплодисментами приветствовали принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Оставшись в подавляющем меньшинстве, не мог понять, то ли я не в себе, то ли у моих коллег происходит некоторое помутнение сознания. Ведь для каждого объективного человека было понятно, что усеченная Россия, РСФСР, принимает решение о развале России большой, которая тогда развивалась с Советским Союзом. Не случайно известный политолог и притом антикоммунист Александр Цепко написал статью с удивленным заголовком «Русские уходят из России». Напомню, Декларация о госсуверенитете РСФСР в пункте 5 содержала положение о том, что законы Российской Федерации выше законов Советского Союза. Не надо было иметь семипядий волну, чтобы догадаться. Это решение вызовет последствия двоякого рода. Во-первых, такие же решения неизбежно начали принимать другие союзные республики. Это превращало СССР из Федерации в Конфедерацию, а в условиях нарастающих эволюционных разрушений грозило полным распадом, что в конце концов и случилось. Во-вторых, такие же решения начали принимать республики в составе России. Причем Борис Ельцин произнес тогда геростратовски знаменитую фразу «Берите суверенитета, сколько проглотите». А это уже угрожало разрушением не только СССР, но и усеченной России, то есть Российской Федерации. Позднее день принятия Декларации о госсуверенитете стали именовать Днем Независимости России. И народ справедливо спрашивал, от кого же мы стали независимыми. От третьей нашей территории? Или от половины населения? Или от 30 миллионов русских и 60 миллионов тех, кто признавал русский язык родным? От Крыма, Абхазии и Южной Осетии? От моей родины, Северного Казахстана и части прибалтийских территорий, где русские составляли подавляющее большинство? От Киева, матери городов русских? От Новороссии, Приднестровья и всего оставшегося вне Российской Федерации русского мира? А 15 лет спустя президент России произнес знаменитую фразу, цитирую, «Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века». Коллеги, объявить национальным праздником день и решения, которые положили начало этой катастрофе, по меньшей мере, странно. Добавлю к этому, любая революция – серия множественных катастроф. Однако революция Ельцина в этом отношении едва ли не рекордсмен. И помимо геополитической, таких катастроф она породила как минимум в семь. В их числе экономическая, финансовая, технологическая, социальная, интеллектуальная, духовно-нравственная, демографическая. Почему, например, Союз промышленников и предпринимателей говорит, что нам мало импортозамещения и требует новой индустриализации? Да потому что результаты прежней оказались уничтожены. И санкции показали, что дальше так жить нельзя. В конце советского периода мы выпускали 214 тысяч тракторов, сейчас 14 тысяч. Ситуации в станкостроении ненамного лучше, уважаемые коллеги. По данным Всемирной организации здравоохранения, на рубеже 80-х годов мы имели 22-й показатель систем здравоохранения. По последнему докладу ВОЗ это 130-е место. Мы имели среднеевропейскую продолжительность жизни, входили по этому показателю в 25 первых стран мира. Теперь, согласно докладу ООН о развитии человеком, мы на 88-м. Не буду продолжать, скажу о другом. Мы много слышали, уважаемые коллеги, и, увы, справедливо, советская экономика была экономикой дефицита. Но сейчас ей на смену пришел другой дефицит. По выражению президента страны, дефицит духовных скреп. Если называть вещи своими именами, это означает, что последствия духовно-нравственной катастрофы, которая началась на рубеже 90-х годов, до сих пор не преодолены. По официальным данным, наркотики в стране употребляют 8,5 миллионов человек. Из них 3 миллиона на регулярной основе. По данным академика Покровского, в стране зарегистрировано 900 тысяч граждан, которые являются носителями ВИЧ, подлинная эпидемия. По данным МВД, в России насчитывается до 450 тысяч несовершеннолетних проституток. Коллеги, это проявление лишь одной из революционных катастроф, связанных когда-то с таким сигналом, как Декларация так называемой независимости России. Разумеется, многие граждане над этим не задумываются, но политическим элитам, как нам кажется, пора покончить с национальным мазохизмом. Не могу не отметить еще несколько парадоксов. Первый. Президент и правящая партия заявляют о приверженности консервативным ценностям. Но зачем же тогда в качестве праздника отмечать события, ставшие началом одной из самых разрушительных катастроф в истории? Второе. В официальной идеологии и публицистике давно утвердилось выражение «лихие 90-е», но если они лихие, зачем мы празднуем знаковое событие, которое стало их началом? И, наконец, уважаемые коллеги, давайте задумаемся о том, сколько лет нашей стране. Если ей 26 лет, тогда, конечно, наш праздник 12 июня. Но мы уверены, что Россия страна с тысячелетней историей. Ее суверенитет утверждался трудом и оружием народа под руководством киевских князей, московских царей, петербургских императоров и советских лидеров. Неужели всего этого не было, и суверенитет России на самом деле дали только депутаты в 90-м году простым нажатием кнопок? Нам кажется это странно. Не унизительно ли это для наших предков? Кстати, те, кто думают, что Россия потеряла свой суверенитет, войдя в Советский Союз, по союзному договору глубоко заблуждаются. По этому договору суверенитет РССР сохранялся, не говоря уже о том, что, повторю, Советский Союз был ничем иным, как реинкарнацией Российской империи в единственной возможной тогда для этого форме. Мы понимаем, в этом году праздник пройдет, как это установлено законом, но со следующего года предлагаем принципиально изменить не просто дату, но сам подход к Дню России, как одного из ее символов. А именно, вместо подхода политического предлагаем культурно-исторический. Группа депутатов во главе с Геннадием Зюгановым внесла законопроект о переносе Дня России с 12 июня на 28 июля, День памяти князя Владимира и одновременно День крещения Руси. При этом убеждены, рано или поздно 12 июня перестанет быть национальным праздником. Вот наши аргументы в пользу законопроекта. Первое. Именно под руководством князя Владимира Русь обрела государственное единство. Он стал объединителем всех современных ему русских земель. Не случайно в летописях и былинах народ называет этого князя Владимиром Красное Солнышко. Второе. Важнейшим фактором государственного единства стало крещение Руси, день которого также отмечается 28 июля. Третье. Выдающееся культурное значение крещения Руси признается людьми всех национальностей и вероисповеданий, а равно и светским сообществам, которому принадлежу и я. Четвертое. В момент крещения не существовало разделения на три народности. Великорусскую, украинскую и белорусскую. Следовательно, праздник будет способствовать воссоединению близких славянских народов. Пятое. Признание 28 июля. Днем России укрепит международные позиции страны как покровительницы православных христиан во всем мире. И, наконец, шестое. Перенос праздника наверняка будет способствовать политической консолидации нашей страны. Мы убеждены, это предложение может и должно вызвать поддержку в разных фракциях Государственной Думы. От имени лидера фракции Геннадия Андреевича Зюганова и как разработчик законопроекта, я говорю, что мы не претендуем на авторство и готовы предложить его лидерам всех думских фракций без исключения. И при необходимости перевнести законопроект от их имени как консолидированное предложение Госдумы шестого созыва. Коллеги, Россия и Ельцин не близнецы-братья. Давно право отделить одну от другого. Надо вернуть стране ее многовековую историю. Во имя этого предлагаю отказаться от партийно-политических расхождений в этом вопросе и воспользоваться поэтическим кредо Сергея Есенина. Напомню. Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть Земли с названием кратким «Русь». Спасибо. Приглашаем к сотрудничеству. Спасибо, Олег Николаевич. Владимир Вольфович Джириновский. Хотелось бы, чтобы у нас была логика наших с вами выступлений. Я счастлив услышать представителя фракции КПРФ, что они хотят не только вернуться к Богу, но еще и праздник нам сделать. День рождения России увязать с крещением. Это уникально. Сперва разрушить всю религию, всех священников уничтожить, а потом говорить, нет, давайте все-таки вот. Из чего начинаем? С конфронтации. Ведь вы же, коммунисты, знаете, что ЛДПР уже много лет предлагает дату, которая нас действительно всех объединит. Это день рождения российского государства. Национальным праздником не может быть религиозной даты. У нас светское государство. И это Конституции противоречит. И если мы хотим объединенного решения, так давайте встретимся в узком кругу и скажем, чтобы была одна дата. ЛДПР говорит 21 сентября, коммунисты 28 июля. Кто нас поддержит? Должно же быть основание. В любой стране мира национальный праздник, день рождения государства. Когда оно создано? Мы предложили 21 сентября 862 года. Это доказали русские цари. В Великом Новгороде стоит памятник тысячелетию Руси. Поставлен в 1862 году. Какие вам еще нужны доказательства? Когда все русские монархи эту дату праздновали, и вся страна эту дату празднует, мне вот коммунисты в другую выливают. Лишь бы первенство было. Геннадий Андреевич предложил. Вот новое явление Иисуса Христа. Он предложил, и завтра все. Будет 28 июля. Давайте договоримся. Я вам говорю еще раз. Нам с вами уже 1153 года. Вы 150 лет опять отбрасываете. Наконец, молодцы, вы согласились, что не 17-й год начало истории. Но опять 150 лет вам не нужно. Но русские князья собрались. На берегу реки Киевхолф. У камня он стоит до сих пор. Псковский Великом Новгороде. Сказали, вот наше русское государство. Впервые это прозвучало. Как праздник Москвы. Почему мы празднуем? Первое упоминание города Москвы в летописи. Никто не выдумывает ничего другого. Поэтому давайте это сделать. Но давайте начнем встречи лидеров четырех фракций. И договоримся, какую единую дату мы будем предлагать. Пройдут годы, мы добьемся с вами. 12 июня никому не подходит. И хватит говорить про договор 22-го года. Он потерял свою силу в 24-м году, через два года. Когда вошел органично в первую конституцию советскую. Вы хотя бы об этом говорите. Ну, Горбачев малограмотный, Ельцин. Но сегодня вам юристы скажут, что никакого значения не имеет. Договора о создании СССР нету. Он исчез после принятия первой советской конституции. Все. Вторая конституция сталинская. Тем более его нет. Брежневская. Причем здесь вспоминать про этот договор? Это же специально подсунули вот такую вот вещь. Поэтому давайте договариваться обязательно. И нужна дата. Но мы предложили ту дату, которая праздновалась. Которая была уже у нас. Вот поезжайте в Великий Новгород. Памятник чему стоит? Тысячелетию Руси. Значит, наши предки определили, сколько нам лет. А мы говорим, нет, 150 мы отбросим. Лишь бы был бы автор. Вот 28 июля нигде не значится в учебниках истории, в летописях, что это праздник. Вы хоть знаете, как крестили-то? Насильно половина крестили. Люди не хотели этого. А вы предлагаете праздник, вам опять сделать борь, опять революцию. Надо же думать о том, что это было в основном насильственное крещение. Мы были язычники, не с того, что пришла какая-то новая религия. Какая? Откуда? Какие-то греки. Константинополь. Опять навязывать что-то чужое. Ну? Теперь у нас есть вопросы другие. Вот у нас есть депутаты из Иваново. Я бы хотел, чтобы они это подняли вопрос. Вот у нас всегда молчат региональные депутаты. Вот в Ивановской области. Свободные продажи. Вот такие бутылочки. 17 рублей стоят. Да? Чистый аромат. Витасепт. И настойка перца стручкового. 96% обычный спирт. И немножко травки для запаха. Хорошие. Это самогон. Только от имени, так сказать, аптеки. И свободно продается. И, естественно, люди склонные к употреблению. За 17 рублей 100 граммам это куда дешевле, чем это. И запах великолепный. То есть даже водкой не пахнет. Надо спросить, кто выпускает. Кто запустил свободную продажу. Вот где враг сидит. Спаиваем народ. Магазин нельзя. То нельзя. А вот я прошу депутатов с Ивановской области, эти бутылочки заберите и проанализируйте. У нас нет депутата от Ивановской области. Но мы работаем со всем населением. Пускай дежурный потом передаст депутатам. Пономарёв у вас депутат. И второй кто? А? Иванов. Скрывается по такой русской фамилии. Везде Иванова. Вот найди его. И у нас есть Иванов. И так далее. Пономарёв справедливый в России есть. Вот разберись, где они. Какой Пономарёв? Илья в Америке. Это он, что ли, оттуда присылает эти бутылочки? 17 рублей. Ну? Я бы, наверное, и сам купил. Чистый аромат. Ну? Чистый аромат. Как хорошо. Ну? Ну? И всё написано. Ну? Лосьон косметический. Скрывается такой. Что за спирт-лосьон, вы понимаете? 96% как может быть косметика? Это сожжёт всю кожу. Всю кожу сжечь надо. Отнесите Пономарёв и Иванов. Отвезите вашему губернатору. Общественной палате Ивановской области. Кандидатом в депутаты от Ивановской области. А комитет по здравоохранению Фургал проверит все аптеки по всей стране. И запретит продажу. Не захотят запретить эти аптеки? Не надо кричать, как на сельском сходе, в борьбе с кулаками. Николай Михайлович. Всё кричите с задних скамеек, так сказать. Лучше подумайте, где ваши свинофермы. Был лучший директор свиноводческого комплекса. Свиней нет, комплекса нет. А депутат есть. Всех свиней продал и сидит здесь, ни о чём не думает. Олигарх свиной, так сказать. А нам будет доказывать, что одеколон. Одеколон выпускают другие из уважения ко мне. Потому что его покупают. А когда Лусков выпустил, всё осталось на складах. Никто не хотел покупать одеколон-мэр. Мою водку покупали, а кремлёвскую не покупали. Хотя на раскрутку потратили 3 миллиарда рублей. По Судовому кольцу 3 года ходила машина. Ну не пошла водка. А мою не купите. Дефицит. И мы прекратили выпуск. Мы прекратили, Харитонов, выпуск моей водки. Хотя за ней очередь стояла. И одеколон найдите, покажите мне. Где покажите одеколон? Я у вас куплю весь или колон. Сколько? Один. Ну вот и храните дальше. Болельщики. Появилась информация, что есть требования или предложения создать чёрные списки по обболельщикам, чтобы их не пускать на стадионы. Я думаю, мы не должны это поддерживать. Не должны. Болельщиков оставить в покое. Мы им должны дать возможность посещать футбольные матчи. Кто эти предложения вносит, тот, видимо, хочет в Майдан. Их надо загнать на стадионы. А он предлагает не пускать. А куда они пойдут? На площади. Начнут совершать какие-то насильственные действия. А определённые силы этим воспользуются. Поэтому я думаю, что в этом плане надо молодёжь беречь. А второе – судебные процессы. Вот очередной случай. Парень в колонии три года. Якобы за совращение несовершеннолетней. Ибо его девушке не было ещё 16 лет, когда они вступили в близкие отношения. Впоследствии она ещё и родила. И за что парень сидит-то? Я попросил наших судей и наших гинекологов не этим заниматься, а случаями изнасилования. Если парень с девушкой добровольно у них это случилось, это физиология. Пора уже убрать эти ограничения. В Индии с 9 лет можно вступать в брак. В других местах с 12. Вы понимаете, что это природа? Если природа уже позволяет им, и они хотят, этому надо радоваться. Потом мы накачиваем лекарствами те, кто хотят, но не могут. Так вы в молодости их остановили. А теперь начинайте лечить. Эко-эко. Потому что ни у него, ни у неё ничего не получается. А у тех, кого получается, вы в колонию загоняют. Я удивляюсь, где совесть у этих судей, которые парню ломают жизнь, вычислили, когда вот он лёг с ней в постель. Так по итогам расследования выясняется, что вообще ничего не было. И он не отец ребёнка. Все вообще ни за что сидит. Ну что за провокации? Что этим заниматься нужно нашим судебным инстанциям? Поэтому здесь тоже депутаты должны этого региона вставать на защиту. Требовать отмены, пересмотра. Вот журналисты мешались, молодцы. НТВ, передача, говорим, показы. А депутаты где? Молчат. В Иваново спаивают, в другой области сажают. Спасибо, Владимир Владимирович. Ольга Георгиевна Борзова. Владимир Владимирович, ну, бутылочки-то пустые, я обратил внимание. Видимо, вы решительно их вылили куда-то. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, наша фракция сегодня решила на пятиминутке поговорить о детях, о материнском капитале. На наш взгляд, это очень важные вопросы. 1 июня, в День защиты детей в Кремле, на торжественной церемонии награждения многодетных родителей орденом, родительская слава, вот, на мой взгляд, детского врача, президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, сказал очень важные слова. Поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российской семьи входило, входит и будет входить в национальные приоритеты России. Это очень важно, потому что сидящие в этом зале, в том числе, сделали очень много в этом вопросе, и в здравоохранении, и в образовании, и в социальной политике. Достаточно только сказать, что в бюджетах всех уровней на социальную сферу в последние 4 года на 36% стали выделять больше финансов. Но вы знаете, мне кажется, больше всего мы с вами занимались вопросами демографии, социальной, семейной политики. У нас и результаты есть, потому что в последние 3 года в России естественный прирост на 30 тысяч человек ежегодно. Вы знаете, что в 2015 году около 2 миллионов маленьких россиян появилось в нашей стране. Но более того, в каждой семье все больше рождается вторых и третьих детей. И здесь мы тоже с вами работали. И, наверное, успешная реализация государственной семейной политики в связи с рождением ребенка, воспитанием, сыграла немаловажную роль. Я хочу сказать только о нескольких штрихах. Вот посмотрите, в тех субъектах Российской Федерации, где неблагоприятная демографическая ситуация, 450 тысяч россиян получают ежемесячную денежную выплату по уходу за ребенком. Вы знаете о том, что по инициативе «Единой России» в 2016 году Федеральный Центр будет софинансировать оздоровление, летний отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы с вами сделали немало. Вы приняли решения, в соответствии с которыми приняты различные формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У нас сократилось за 4 года значительное число детей, которые находились в домах ребенка и в детских домах. На 42 процента, со 120 тысяч до 68, и это не предел. Но самым главным мотивом и стимулом рождения, это, конечно, является материнский капитал. Вы знаете о том, что он закон, и сам институт начал функционировать у нас в стране с 2007 года, что мы увеличили размер материнского капитала с 250 тысяч, а с 453 тысячи рублей. Мы продлили и пролонгировали программу, которая ранее была запланирована на 10 лет. Мы еще в прошлом году на 2 года ее пролонгировали. Вообще, семейным капиталом программа этой воспользовалась более 7 миллионов российских семей. Только в 2015 году более 1 миллиона. Уважаемые коллеги, я особо хочу подчеркнуть то, что сделано в совершенствовании института материнского капитала. Мы сделали с вами немало. Вот посмотрите, мы расширили направление использования средств материнского капитала. Важный момент. Мы разрешили семьям, имеющих право на семейный капитал, использовать оплату жилищного кредита, не дожидаясь достижения ребенком в возрасте 3 лет. Важно. Можно хозяйственным способом построить дом этой семье. Мы позволили семьям, имеющих детей инвалидов, за счет средств семейного капитала приобретать товары и услуги для социальной интеграции и адаптации ребенка в общество. Мы, самое главное, приняли систему мер, направленную на защиту средств материнского капитала от нецелевого использования и от мошенничества. Уважаемые коллеги, сложные периоды находятся экономические, в том числе наша страна. Я хотела особо подчеркнуть, что в антикризисных мерах мы принимали, и правительство, и наша дума принимала очень важные моменты, связанные с единовременными выплатами за счет средств материнского капитала. Хочу напомнить, в 2010 году размер этой выплаты был 12 тысяч рублей, а воспользовалось 1 миллион 800 тысяч семей в России. В 2015 году возрос размер этой выплаты, он достиг 20 тысяч, и воспользовалось около 2 миллионов российских семей. В апреле президентом нашей страны, писателем правительства, лидером нашей партии принято решение о пролонгировании единовременной выплаты в 2016 году, но в увеличенном размере, до 25 тысяч рублей. И сегодня, во втором и третьем чтении, нами будет принят очень важный закон об единовременной выплате в 2016 году, и этот закон позволит всем, кто имеет право в размере 25 тысяч получить эту выплату. Даже тем, кто еще не успел подать заявление, но закон предусматривает единовременно, одновременно подать заявление и на материнский капитал, и на выплату. И даже тем, кто использовал часть материнского капитала, они тоже будут иметь право. Уважаемые коллеги, наша фракция «Единая Россия» поддержит данный законопроект, учитывая его огромную социальную значимость, и проголосует «за». Спасибо. Владимир Игоревич Афонский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, позвольте поделиться с вами хорошей новостью. Вчера в Туле введены в эксплуатацию два корпуса в жилом корпусе «Парус». Этот строительный объект возводила компания СУ-155, которая ранее была признана банкротом. Всего в России 163 недостойных объектов и 15 субъектов Российской Федерации. Число пострадавших семей достигает 30 тысяч. Понимая, как тяжело и болезненно воспринимается данная ситуация, члены фракции «Единой России» взяли ее под особый контроль с целью защитить права вкладчиков и дольщиков. Что же было сделано? Во-первых, для урегулирования сложившейся ситуации мы с вами подготовили и внесли изменения в федеральное законодательство, соответствующие поправки в закон о банкротстве были сформулированы при содействии антикризисной рабочей группы «Партии «Единая Россия» и приняты Государственной Думой в конце прошлого года. Во-вторых, в феврале текущего года был организован общероссийский форум граждан, участников долевого строительства жилых домов. По инициативе «Партии «Единая Россия» был создан наблюдательный совет по защите прав обманутых дольщиков, в который вошли представители дольщиков из регионов, пострадавших от недостроя. В-третьих, в апреле состоялось специальное заседание фракции с участием инициативных групп дольщиков из регионов России и представителей профильных министерств и ведомств, в котором приняли участие мои земляки, дольщики из ЖК «Парус». На заседании фракции за каждым недостроенным жилым объектом был закреплен член фракции «Единая Россия», задача которого – контролировать процесс завершения строительства и помогать дольщикам в разрешении сложных ситуаций. В том же месяце депутаты «Единой России» выступили с инициативой установить уголовную ответственность за незаконное привлечение средств граждан, и 20 апреля мы с вами, коллеги, на пленарном заседании поддержали соответствующий законопроект в окончательном третьем чтении. Банк «Сонатор Российский Капитал» сформировал три очереди достройки объектов. Вчера мы в Туле не только увидели возведенные дома первой очереди, но и побывали на строительной площадке домов второй очереди и убедились в том, что строительство еще пяти корпусов уже началось и будет завершено в декабре 2017 года. А это значит, 413 семей отметят долгожданное новоселье. Хочу поблагодарить всех вас, коллеги, за поддержку поправок в закон о банкротстве, которые установили приоритет дольщиков среди других кредиторов. Несмотря на то, что при реализации этого проекта строители и инвесторы столкнулись с рядом серьезных проблем, которые вчера, в том числе на совещании, были озвучены в Туле, в ближайшее время будут подписаны акты сдачи 314 квартир. В помощь жителям открыт офис банка, куда смогут обращаться дольщики по вопросам оформления жилья. Безусловно, все это невозможно было сделать без поддержки эффективной работы регионального правительства и лично временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. Принятые нами законы, коллеги, слаженная работа команды Алексея Геннадьевича, Минстроя России и Банка Российский Капитал позволили в кратчайшие сроки разрешить очень сложную и проблемную ситуацию, а главное помочь тулякам. После вчерашнего совещания все активисты инициативных групп дольщиков уходили с хорошим настроением. Уважаемые коллеги, я убежден, что конечной целью нашей работы является максимальная защита граждан, купивших жилье у застройщика, и мы это делаем. Вопрос по завершению строительства объектов СУ-155 будет находиться на особом контроле партии «Единая Россия» до его полного разрешения. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Игоревич. Ирина Владимировна Петеляева. Уважаемый Сергей Сергеевич, Иван Иванович, уважаемые коллеги, первый раз на трибуне. И рада, что Владимир Игоревич, «Справедливая Россия» дает право регионам выступать с этой большой высокой трибуны. Я, как депутат от Карелии, хотела бы несколько слов сказать о справедливости. У меня в руках таблица об исполнении консолидированного бюджета в разрезе регионов. И хотелось бы зачитать несколькие строки. Вот, например, Москва – 137 201 рубль на душу населения. Ненецкий автономный округ – 429 590 тысяч рублей на душу населения. Карелия – 55 тысяч с копейками. А есть еще меньше. Например, Псковская область – 41 тысяча на душу населения. О чем говорит нам эта таблица? Наверное, говорит о том, что первое, что я увидела в Москве – кто-то может позволить себе на второй раз перекладывать тротуарную плитку. Видимо, проблем в Москве у жителей нет. Кто-то не может в регионах построить и отдать людям достойное жилье. Мы понимаем, что так называемая равная бюджетная обеспеченность, о которой мы столько лет слышим, по-прежнему остается мифом. И единственное предназначение этого мифа – самоутверждение правительства и партии власти. Население регионов в это никогда не верили и не верят. Равная бюджетная обеспеченность, выраженная в рублях, в нашей стране вообще имеет очень мало смысла. Наверное, потому что страна у нас такая неравная и неровная. Потому что в ней есть Дальний Восток, есть субтропики, юг и север, есть заполярья и вечная мерзлота. И рубль в разных местах весит, конечно, по-разному. Жители севера очень остро ощущают это на себе. Давно прошли те времена, когда на север ехали за заработками, как говорили тогда, за длинным рублем. И вроде бы действует известный закон о северах, и вроде бы предусмотрены северные и полярные коэффициенты. Но на практике этот закон не исполняется. Даже в бюджетных организациях в уровне зарплат нивелированы и усреднены. Все сделано так, что работник бюджетного учреждения на севере с учетом всех коэффициентов получает такую же заработную плату, что и его коллега на юге, или даже меньше. Огромное количество бюджетников работает на зарплату, не превышающий уровень прожиточного минимума. И работодатель манипулирует составками должностных окладов таким образом, чтобы вместе с северными надбавками выходил как раз этот прожиточный минимум. Этим занимаются государственные органы, этим занимаются муниципалитеты. На законодательном уровне не урегулирована проблема исключения сумм выплат, районных коэффициентов и северной надбавки из объема минимального размера оплаты труда, что позволяет работодателю махлевать, по-другому это не назовешь. Мы помогаем людям решить этот вопрос через суды. Суды с нами соглашаются, что МРОД должен приниматься за основную окладной части, на которую должны начисляться все северные надбавки. Есть и соответствующие определения Верховного суда России, но государственным и муниципальным властям на это наплевать, и у них ответ один – денег в бюджете нет. Мы видим в обеющую несправедливость и неравенство в практике установления тарифов организациям ЖГХ и, главным образом, ресурсно-снабжающим организациям. Эти вопросы отданы на откоп регионам, и те стараются кто во что гораст. Даже между соседними регионами тарифы отличаются в разы. Уважаемый Сергей Евгеньевич, как кандидат в депутаты по Ленинградской области и Республике Карелия, в Ладейном поле Ленинградская область одна гикокалория тепла, выработанная на газовой котельной, обходится потребителю в 1700 рублей. А в 30 километрах в Волоневском районе Карелии такая же гикокалория, выработанная на такой же газовой котельной, стоит 3,320, в два раза больше. Это же ненормально. И вот представьте себе, два детских сада по разные стороны административной границы. Финансирование у обоих одинаковое, нормативное, подушевое. А затраты на отопление садеб Карелии несет вдвое больше. Какая же тут равная бюджетная обеспеченность? Не говорю уже про население Аланца и Аланецкого района. Этой зимой с переходом на газовые котельные платежи населения за отопление в квартиры выросли вдвое. Летом люди при этом имеют пенсии и зарплаты 10-12 тысяч рублей. А за отопление выплачивают 6-8 тысяч рублей, и в целом квартира стоит 10 тысяч рублей. Город оказался на грани социального взрыва. Чем аланчане отличаются от жителей Ладнейного поля? Почему они должны платить вдвое больше? Система финансового обеспечения расходных обязательств региональных и местных бюджетов нуждается в серьезном изменении. Главной идеей бюджетной реформы являлась все переход к финансированию оказываемых учреждений бюджетных услуг. В то же время законодательно закрепленный термин «бюджетная услуга» отсутствует. Для оценки стоимости услуги необходимо определить ее стандартный объем. Основой для этого могли бы быть минимальные стандарты, существование которых для расчета бюджетных расходов было закреплено в старой редакции бюджетного кодекса. Статья 7 устанавливала, что компетенцией органов государственной власти РФ в области регулирования бюджетных правоотношений относится установление минимальных государственных стандартов, норм и норматив финансовых затрат на единицу предоставления государственных или муниципальных услуг. Из новой редакции бюджетного кодекса понятие минимальных социальных стандартов исчезло. Оставалось понятие нормативы финансовых затрат, но и эта статья утратила силу. Не получив из Федерального центра ни закона о минимальных социальных стандартах, ни нормативных бюджетных расходов на отдельные бюджетные услуги, субъекты РФ стали самостоятельно определять объемы финансовых обязательств региональных бюджетов, то есть устанавливать стоимость бюджетной услуги, исходя из финансовых возможностей региональных бюджетов. Понятно, денег нет и услуги нет. Анализ существующей практики разработки стандартов качества услуги в регионах показывает, что эти стандарты содержат только описание услуг и не включают качественные, количественные показатели, характеризующие услуги и условия их предоставления. Необходимо иметь стандарт этой бюджетной услуги, включающий не только ее натуральный объем, но и определяющие условия ее предоставления и требования к результату. Считаем, что в условиях складывающейся сложной ситуации с использованием бюджетов субъектов, ростом внутреннего регионального долга, необходимостью выполнения майских указов нашего президента, назрела необходимость вернуться на федеральном уровне к разработке минимальных государственных социальных стандартов и нормативов финансовых затрат на единицу предоставляемых государственных или муниципальных услуг. Это требует наши избиратели. Это требование справедливости. Спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Уважаемые коллеги, слово для выступлений предоставляется председателю Государственной Думы Сергею Евгеньевичу Нарышкину. Уважаемые коллеги, сегодня профессиональный праздник, День социального работника. Давайте вместе поздравляем всех тех, кто работает в этой важной, очень ответственной сфере и поблагодарим их за такой непростой и благородный труд. Я добавлю, что законы в социальной сфере охватывают очень многие отрасли права, и практика правоприменения в России очень важна для нашей страны, как социального государства, и наверняка вопросы социального развития останутся в числе наших приоритетов и до конца работы шестого созыва, и наверняка в новом седьмом созыве Государственной Думы. Уважаемые коллеги, три оставшиеся пленарные недели заседаний будут, наверное, как никогда и плотными, и насыщенными, но я бы хотел, чтобы они остались в нашей памяти, не только как такие наиболее интенсивные, но и как недели такого высокого, я бы сказал, уверенного профессионализма с нашей стороны. Четыре с половиной года законотворческой деятельности в составе Государственной Думы шестого созыва – это большой опыт, и многие могут этому опыту, конечно же, позавидовать. Каждым из нас пройдена огромная и личная, и профессиональная дистанция, и многие впервые приобрели не только навыки законопроектной работы, но и умение вести один из, пожалуй, самых сложных и ответственных диалогов – это парламентский диалог. Такой опыт, как мы знаем, приходит не сразу, но он крайне важен для дальнейшего развития нашего общества и государства, и, возможно, поэтому многие депутаты вновь идут на выборы и займут по праву, займут вновь место в зале заседаний нашего парламента. И всем, кто искренне стремится применить свой накопленный годами опыт, я желаю успеха. Подводить окончательные итоги работы шестого созыва Государственной Думы еще рано, но завершить то, что было задумано, не поздно и как раз самое время. И это веская причина для особенно вдумчивой финальной работы с нашей стороны. Нам необходимо создать задел для работы следующего созыва, ведь время идет быстро, и люди вправе ждать от нового депутатского корпуса, не второй агитационной кампании, а конкретных результатов, реальных результатов, и наша обязанность помочь новому созыву Государственной Думы без лишней раскачки, как можно быстрее начать свою работу. Говорю об этом уже сейчас, поскольку не за горами начало избирательной кампании, и на этом непростом пути всем понадобится и умение вести вдумчивый и внятный диалог, и спокойная уверенность в том, что если намерены честно служить своему народу, то этот посыл обязательно дойдет до сердец людей. Понадобится и ум, и душа, а не просто громкие слова и другие, я бы сказал, сильно действующие средства. Напомню, что одно из весомых достоинств нашего созыва Государственной Думы именно в том, что мы слышали друг друга и вели профессиональную дискуссию, а не занимались, как в некоторых других парламентах, такими пустыми и показушными перебранками, от которых толку нет, а только тратится рабочее время. Мы с вами по этому пути не пошли, и я благодарю вас за то, что мы реализовали очень непростой, но важнейший переход к истинному профессионализму. Российская и представительная демократия, и в целом власть от этого только окрепла. Уверен, что из такого опыта может прижиться и новая общественная традиция, полезная как для всех политических партий, так и для еще очень молодого демократического российского государства. А современному российскому обществу это просто необходимо. Не секрет, что мнения в нем часто практически полярны, и нужно искать точки соприкосновения, а не создавать линии разлома. Приоритетом должны стать общие интересы. Долг парламентариев содействует гражданскому единению. Нам и так хватает тех, кто за пределами страны, вот уже в течение двух с половиной лет, работает ровно на обратное. Но и здесь, я уверен, мы переломим ситуацию с помощью диалога. И желание понять нас и нашу позицию уже начинает преобладать над оголтелой антироссийской риторикой и таким пещерной русофобией. И мы обязательно используем этот шанс, продолжая и откровенный, и прямой диалог с нашими партнерами. Завершая, я хотел бы еще раз пожелать всем удачи и прошу до последнего дня действия наших мандатов работать так же, как работали в течение всего шестого созыва, напряженно, ответственно, конструктивно, профессионально, в интересах людей и на благо нашей страны. Спасибо. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, давайте запишемся на вопрос по проекту порядка работы. Включите режим записи на вопросы. Покажите список. Уважаемые коллеги, я прошу снять с повестки рассмотрения сегодняшнего заседания 21-22 вопрос в связи с отзывом законопроектов его авторами. Отзывы оформлены надлежащим образом. Спасибо. Спасибо. Фабричный Сергей Евгеньевич. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Десятый вопрос в повестке дня. Замена докладчика. Законопроект представит Фабричный Сергей Евгеньевич. Спасибо. Николай Ильич Кламейцев. Спасибо. В связи с рассмотрением третьего пункта, Сергей Евгеньевич, вчера, видно, депутаты перетрудились, и Николай Николаевич был крайне невнимателен. У нас в связи с нашим законодательством, если у вас нет страхового полюса ОСАГО или КАСКО, вас подвергают административному штрафу. Вот на территории Южного федерального округа, в Ростовской области в частности, фактически два месяца идет саботаж страховых компаний, которые по четыре полюса в день выдают. Есть очереди колоссальные, но есть штрафы незаконные водители, потому что водитель-то не виноват, что страховая компания не выполняет своих обязательств. Я вас прошу, пожалуйста, примите протокольное поручение в адрес Центробанка и Минфина о необходимости наведения порядка и изъятия лицензии страховых компаний, которые создают саботаж и напряжение социальное и вообще на ровном месте. Спасибо. Спасибо. Иван Дмитриевич Грачев. Авторы просят снять сегодня рассмотрение 29-й и 36-й вопрос. 29-й и 36-й. Да, спасибо. 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 Ярослав Евгеньевич Нилов. Просьба 26-й и 34-й на следующую неделю принести. 26-й и 34-й. Спасибо. Леонид Леонидович Левин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, комитет просит 13-й вопрос снять с повестки дня сегодняшнего рассмотрения. Спасибо. Андрей Михайлович Макаров. Уважаемый Сергей Евгеньевич, просьба 8-й вопрос снять сегодня с повестки дня в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Кроме того, сегодня в правительстве Российской Федерации проходит важное освещение по бюджетной обеспеченности регионов, на котором я должен присутствовать. Поэтому я просил бы, чтобы 18-й и 19-й вопросы были рассмотрены после 16 часов. Спасибо. Елена Григорьевна, Тропека. Уважаемый Сергей Евгеньевич, я предлагаю Палате снять 19-й вопрос сегодня с рассмотрения в связи с тем, что рассматривая законопроект, относится к предметам совместного видения, затрагивает вопросы сохранения культурных ценностей и архивов, которые 72-й статьей Конституции отнесены к общим вопросам культуры. Он должен обязательно быть направлен в субъекты Российской Федерации, а это перед первым чтением не сделано. Проект полностью противоречит положениям права ЕАЭС, которые предусматривают существование единой таможенной территории ЕАЭС и единого режима перемещения культурных ценностей. Поэтому необходимо направить проект в коллегию ЕАЭС для экспертной оценки. Базовые положения о решении вопросов вывоза ценностей в проекте отнесены к подзаконным актам и компетенции ведомств. Поэтому проект необходимо изучить на предмет наличия коррупционных факторов. Спасибо. Спасибо. Итак, по просьбе авторов предлагается снять 21-й и 22-й вопрос и 29-й и 39-й. Нет возражений. Замена докладчика по 10-му вопросу. Николай Васильевич, вносите предложение по протокольному поручению. Так, также предложение перенести 26-й и 34-й вопрос. Никто не возражает. Предложение снять 13-й вопрос и 8-й вопрос. После 16 часов рассмотреть 18-й и 19-й. Предложение Елены Григорьевны. 19-й вопрос. Исключите сегодняшние повестки дня. Аргументы были изложены. Андрей Михайлович Макаров, пожалуйста, Ваша точка зрения на это предложение. Микрофон, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, комитет рассмотрел данный вопрос. На все те аргументы, которые Елена Григорьевна высказала сейчас, я думаю, должны прозвучать ответы в рамках публичного рассмотрения этого закона на пленарном заседании. Поэтому, мне кажется, все эти аргументы должны быть высказаны и обсуждены в зале Государственной Думы. А попытка снять этот закон с рассмотрения как раз является попыткой кулуарно решать важнейшие вопросы, которые поставлены в повестку. Андрей Михайлович, вы все-таки сейчас поясните по одному главному вопросу, главному аргументу о совместном ведении. Совместного ведения нет, и об этом будет доложено Государственной Думе. Никакого нарушения тех документов, о которых говорила Елена Григорьевна, нет. Я готов с аргументами говорить по каждому из тех пунктов, которые она говорила. Но я повторяю, оценивать это должна Государственная Дума в рамках публичного обсуждения, в рамках пленарного заседания. Поэтому категорически считаю невозможным снимать этот вопрос. Спасибо. Тем не менее, я ставлю предложение Елене Григорьевне на голосование. Кто за то, чтобы 19-й вопрос исключить из повестки? Включите режим голосования. Нет, вам не надо. У этого нет необходимости. Хорошо. Покажите результат голосования. Предложение отклоняется. И, уважаемые коллеги, я оговорился. Иван Горячев предложил снять 29-й и 36-й вопросы. Так, Иван Горячев? Да, да. А я назвал 39-й. Итак, 29-й и 36-й. Также предложение снять. Ставлю на голосование в целом. Включите режим. Да. 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 Покажите результат. Утверждаем повестку в целом и начинаем работать в повестке. Второй вопрос. Проект федерального закона о биомедицинских клеточных продуктах. Александр Петрович Петров. С места, пожалуйста, микрофон. Третье чтение. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, представленный законопроект был принят на втором чтении 7 июня 2016 года. Законопроект прошел юридическую и лингвистическую экспертизы и подготовлен к рассмотрению к третьему чтению. Заключение правового управления аппарата Государственной Думы получено. Комитет Государственной Думы по охране здоровья предлагает принять федеральный закон о биомедицинских клеточных продуктах. Спасибо. Вступления по мотивам будут? Нет, выносим на час голосования. Запишитесь на вступление по мотивам. Третий вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации об организации страхового дела в Российской Федерации. Статью третью федерального закона об актуарной деятельности в Российской Федерации. Николай Николаевич Гончар. Третье чтение. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, указанный законопроект. Прошёл правовую, юридико-техническую и лингвистическую экспертизы. Замечания по законопроекту отсутствуют. Комитет по финансовому рынку просит принять данные законопроект в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Вступление по мотивам. Нет, выносим на час голосование. Четвёртый проект федерального закона о внесении изменений статью первого федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Виктор Владимирович Климов. Микрофон. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, законопроект прошёл все необходимые процедуры, юридические и лингвистические экспертизы проведены, замечаний права управления не имеется. Законопроект готов к принятию в третьем чтении. Спасибо. Вступление по мотивам. Нет, выносим на час голосование. Далее законопроекты второго чтения. Пятый вопрос. Проект федерального закона о единовременной выплате за счёт средств материнского капитала в 2016 году. Лариса Николаевна Яковлева, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данный законопроект внесён правительством Российской Федерации и принят в первом чтении 18 мая. В ходе подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило две поправки. Все они рекомендованы комитетом к принятию и сформированы в одну таблицу поправок. Первая поправка носит юридико-технический характер, вторая позволит ускорить вступление федерального закона в силу. Просим проголосовать за таблицу поправок номер один. Спасибо. Если замечания по таблице поправок, не отставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Лариса Николаевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, законопроект подготовлен также и к рассмотрению в третьем чтении. Все необходимые процедуры проведены. Если законопроект будет принят во втором чтении, просим принять его в третьем. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Шестой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об актах гражданского состояния. Григорий Владимирович Куранов. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представлен ко второму чтению проект федерального закона, внесенный правительством Российской Федерации, направленный на создание единого государственного реестра записи актов гражданского состояния. К тексту указанного законопроекта поступило 54 поправки от депутатов Государственной Думы и правительства Российской Федерации. Следует отметить, что 38 поправок рекомендованы нашим комитетом к принятию и 16 к отклонению. Большинство из них носят характер, касающийся уточнения содержания законопроекта. Данный законопроект прошел правовую, юридико-техническую, лингвалистическую экспертизу в правовом управлении Государственной Думы. Правительством Российской Федерации и правовым управлением Государственной Думы законопроект поддерживается с учетом внесенной ранней замечаний. Фракция «Единая Россия» также поддерживает обозначенный проект закона. Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей предлагает одобрить таблицы поправок и поддержать вышеуказанный проект федерального закона, подготовленный ко второму чтению. Спасибо. Коллеги, есть ли замечания по первой таблице? Нет, ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли замечания по второй таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Вторая таблица принимается. Пожалуйста, Григорий Владимирович. В случае принятия законопроекта во втором чтении, прошу также принять его в третьем. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Седьмой проект федерального закона о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Андрей Михайлович Макаров. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, на самом деле законопроект, который предлагается сейчас во втором чтении, это законопроект о налогообложении отдельных операций, совершаемых через интернет. И напомню, что основной целью этого закона было уравнять в своих правах российских и иностранных пользователей, точнее тех, кто работает, потому что российские в данном случае компании НДС облагались, а иностранные нет. Вот эту задачу предстояло решить. Законопроект вызвал очень серьёзное обсуждение, но, мне кажется, стал очень хорошим образцом, как нам надо работать по налоговым законам с интернет-сообществом. Я хотел бы просто воспользоваться случаем, выразить глубокую признательность Комитету по информационной политике и Леониду Леонидовичу Левину, который действительно проработал каждый пункт этого закона вместе с интернет-сообществом. И сегодня действительно решена важнейшая задача без какого-то ущерба для российского интернет-сообщества. При этом законопроект вводится в действие с 1 января следующего года, что даст возможность всем участникам рынка подготовиться к его реализации. Уже по первоначальным подсчётам, уже в следующем году, его внедрение даст возможность получить дополнительно бюджетных средств порядка 10 миллиардов рублей. Но самое главное, что мы создаём для наших налогоплательщиков равные условия конкуренции с их иностранными, скажем так, коллегами, которых они были лишены всё это время. Комитет предлагает поддержать законопроект во втором чтении. Всего поступило 27 поправок, 26 из них рекомендовано к принятию. Спасибо. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Да. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли замечания по второй таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Вторая таблица также принимается. Андрей Михайлович, спасибо. Так, восьмой перенесли. Девятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Докладывается Сергей Анатольевич Гаврилов. Уважаемый Сергеевич, уважаемые коллеги, комитетом подготовлен законопроект ко второму чтению. Он серьёзно усиливает роль государства в предотвращении банковства страховых организаций о здоровлении ситуации на страховом рынке, предусматривая процедура санкции финансового оздоровления. Кроме того, он усиливает полномочия государства в предотвращении банковства банковских организаций, тоже предусматривая возможности именно финансового оздоровления. В таблицу принятых поправок включены 14 поправок, отклонённых поправок нет. Комитет просит принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Олег, есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Сергей Анатольевич, вам слово. Уважаемые Сергея Анатольевич, уважаемые коллеги, необходимые экспертизы проведены. Комитет рекомендует принять законопроект в третьем чтении и в случае принятия его во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Десятый вопрос. Проект федерального закона о внесении мнений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Сергей Юрьевич Фабричный. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект доработан ко второму чтению. Нам не предложены правила, которые направлены на решение практических проблем по обороту машиномест как объекта недвижимого имущества. С этой целью законопроектом вводится машинное место как объект недвижимого имущества в Гражданский кодекс Российской Федерации, а также предусмотрены процедуры кадастрового учета и регистрации прав на данный объект. В общей сложности 8 поправок к данному законопроекту, они все сведены комитетом в таблицу номер 1, предлагаются к принятию за исключением поправок номер 2 и номер 7. Поправки номер 2 и номер 7 предлагается отклонить и проголосовать за дополнительные поправки номер 1 и номер 2, которые розданы в зале за подписью депутата Крашенинникова. Спасибо. Так, спасибо. Коллеги, есть ли другие замечания по таблице поправок номер 1, кроме того, о чём сказал докладчик в отношении поправок 2 и 7? Нет, ставлю на голосование таблица поправок номер 1. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается за исключением поправок 2 и 7. Ставлю на голосование поправку номер 2, предложенную к отклонению. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Ставлю на голосование поправку номер 7, также предложенную к отклонению. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Спасибо. Коллеги, в зале розданы две поправки. Сергеевич, комментарии необходимы с Вашей стороны? Сергеевич, данные поправки направлены, как я уже сказал, на регламентацию машиномест как объекта недвижимого имущества и на сопровождение всей процедуры сопутствующих изменений в градостроительный кодекс, в федеральный закон о регистрации имущества недвижимого с тем, чтобы с 1 января 2017 года данный объект недвижимого имущества в полной мере вошел в гражданский оборот. Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 1 из числа розданок в зале. Включите режим. Покажите результат. Поправка принимается. Ставлю на голосование поправку номер 2. Включите режим. Покажите результат. Поправка также принимается. Законный проект выносим на час голосования. Следующий, одиннадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Докладывает Владимир Иванович Кашин. Спасибо, уважаемый Сергей Иванович. Уважаемые коллеги, законопроект направлен нам на целевое использование богатства лесных. Подготовлен ко второму чтению. Мы просим проголосовать за таблицу номер 1, в которой к принятию изложено три поправки. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Владимир Иванович, пожалуйста. К отклонению. Там изложено семь поправок. Спасибо. Есть ли замечания по этой таблице поправок? Номер 2. Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Есть. Есть? Депутат Мариин, пожалуйста, микрофон. Пока не голосуем. Ждём комментариев. Депутат Мариин, микрофон включите, пожалуйста. Включите, пожалуйста, микрофон Сергея Владимировича Иванова. Сергей Владимирович, уступите место. Будьте добры. Просим внести на отдельное голосование из таблицы договорённых поправку номер 1 и номер 5. Поправку номер 1 и номер 5 из таблицы номер 2. Ставлю на голосование таблицу номер 2 без двух поправок. Включите режим. Сергей Владимирович, на микрофон Сергея Владимировича Иванова. Поправка номер 1. Спасибо. Если мы не примем эту поправку, то возникает ситуация, когда на территории одного лесного участка могут оказаться одновременно два охотопользователя. Один на основании охотничьего соглашения, а второй на основании охотничьего договора. Владимир Владимирович, пожалуйста. Договор аренды. Владимир Владимирович. Поправка отклоняется это потому, что она необоснованно основывается на статье 9 лесного кодекса, в которой говорится о правах, на которых предоставляются лесные участки. Как раз в этой статье мы все делаем для того, чтобы не было такого однотипного, что ли, использования того или другого лесного участка по охотно-соглашению и аренде. Такого не случится, исходя из как раз существующей статьи. Если эту статью, как вы предлагаете, мы исключим, то тогда подобные варианты могут быть. Поэтому статья эта поправка отклоняется. Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 1 из таблицы номер 2. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Поправка номер 5. Сергей Владимирович Маринин. Тот же микрофон включите. Пожалуйста. В законе появился такой термин, как вольер, который как термин нигде не закреплен. Вот наша поправка это устраняет. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 5. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. Так, Владимир Владимирович, пожалуйста. Уважаемые товарищи, законопроект подготовлен к третьему чтению. Прошел все необходимые процедуры. При голосовании положительного второго чтения просим проголосовать в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Вносим на час голосование. Двенадцатый вопрос. Проект федерального закона. Внесение изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации и кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Леонид Леонидович Левин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается выделить в качестве отдельного субъекта, распространяющего информацию в сети интернет, новостного агрегатора и возложить на него определенные обязанности при распространении информации. Хочу сказать, что достаточно резонансный законопроект широко обсуждался в средствах массовой информации. Мы провели большую работу перед вторым чтением с интернет-индустрией, и все их пожелания основные, все поправки, которые бы они хотели видеть, были учтены. Из важного хотел бы единственное сказать, что стоит обратить ваше внимание, о чем беспокоились многие средства массовой информации в нашей стране, и печатные, и интернет, о том, что владелец новостного агрегатора освобождается от ответственности за дословную перепечатку сообщений средств массовой информации, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством. Комитетом подготовлен текст законопроекта ко второму чтению, который прошел правовой лингвистической экспертизой. С учетом изложенного, комитет предлагает Государственной Думе утвердить представленную таблицу поправок и принять указанный законопроект во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы по таблице номер один? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Сейчас, никогда, я предоставлю слово. У нас первое, что я не пойду. Садись, посиди, не стой. Я пешком постую. Покажите результат. Таблица номер один принимается. Законопроект выносим на час голосования. Четырнадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о консолидированной финансовой отчетности. Докладывает заместитель министра финансов Российской Федерации Илья Вячеславович Трунин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы проект закона о корректировке закона о консолидированной финансовой отчетности. Он был подготовлен по итогам анализа нескольких лет применения уже действующего закона и касается регулирования промежуточной консолидированной отчетности. То есть речь идет о той отчетности, которая сдается по итогам полугода. Какие основные изменения предлагает правительство в действующий закон? Первое – установить срок представления этой отчетности ее пользователям, то есть это 60 дней после окончания отчетного периода. Установить обязанность раскрывать отчетность в обязательном порядке имитентам ценных бумаг и кредитным организациям. Это те лица, которые составляют консолидированную финансовую отчетность. А также ввести обязанность подтверждения достоверности полугодовой промежуточной консолидированной отчетности независимым аудиторам. Также законопроект предусматривает ряд изменений и дополнительных требований к раскрытию консолидированной финансовой отчетности. Первое требование – это то, что консолидированная отчетность промежуточная, раскрытая в сети интернет, должна быть доступна для пользы в течение трех лет после ее раскрытия, то есть не должна исчезать сразу после публикации. Второе – если организация не раскрывает отчетность в сети интернет, то информация должна быть опубликована о месте раскрытия, то есть где она опубликована, где можно с ней ознакомиться. И сведения о раскрытии отчетности консолидированной финансовой должны представляться в Банк России. Это касается кредитных организаций и головных организаций банковских холдингов, то есть там, где регулятором выступает Центральный банк. Также предусмотрен законопроектом ряд уточнений, собственно, порядка представления консолидированной финансовой отчетности. Их два. Во-первых, правительство предлагает отменить требования представления в Банк России консолидированной отчетности эмитентами ценных бумаг, поскольку это аналогичная норма. Также предусмотрена законом о рынке ценных бумаг, это исключает дублирование. А также предлагается уточнить круг лиц у полномоченных подписывать такую консолидированную отчетность. И для тех организаций, где законодательство приусматривает специальные квалификационные требования для руководителей, например, банки, страховые организации, ряд финансовых организаций, предлагается исключить право делегировать полномочия по подписанию отчетности другим лицам. На наш взгляд, законопроект будет способствовать повышению прозрачности деятельности российских организаций, системно значимых, для которых есть требования по представлению и составлению консолидированной финансовой отчетности, а также защитит ее пользователей. Просим поддержать. Спасибо. Присаживайтесь. Леонид Яковлевич Симоновский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Илья Вячеславович подробно изложил суть законопроекта. Основная суть его в том, что кредитные организации, организации, акции которых котируются на бирже, будут дополнительно отчитываться за первый, второй из рейти квартала. Значит, отчетность подтверждается аудиторской проверкой, причем как проверкой, так и обзорной проверкой. Основные моменты закона, я еще раз повторяю, Илья Вячеславович изложил, значит, данные должны храниться не менее трех месяцев. Прошу поддержать принятие законопроекта в первом стене. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы, желающие выступить? Выносим на час голосования. Пятнадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. Докладывает Илья Вячеславович Трунин. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, правительство подготовило и внесло в Старственную Думу проект изменений в Налоговый кодекс, направленных на реализацию поручений президента Российской Федерации, которые были даны в декабре 2015 года. И касаются зачета в счет транспортного налога, уплачиваемого владельцами большегрузных автомобилей, тех сумм, которые они уплачивают в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемым автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Соответственно, в целях снижения нагрузки, чтобы не было двойных платежей, по сути, за один и тот же факт, предлагается внести изменения в главу 28 Налогового кодекса Российской Федерации, часть 2, которому предусмотреть, что сумма транспортного налога, исчисляемого по тем автомобилям, при проезде которых уплачивается плата, такая сумма уменьшается на внесенной в налоговом периоде суммы платежей в счет платы за возмещение вреда. Таким образом, в случае принятия закона проекта, если плата в счет возмещения вреда будет равна или превышать сумму транспортного налога, то, собственно, транспортный налог не будет уплачиваться за тот налоговый период, в котором, соответственно, уплачивалась плата. Таким образом, уже, если в случае принятия закона, который для физических лиц предусматривает введение в действие с 2015 года, при исчислении налога за 2015 год, то есть это произойдет осенью, в октябре этого года, налог можно будет уменьшить по заявлению на сумму платежей, которые были уплачены в 2015 году, то есть в ноябре и декабре. Разница в сроках введения в действие организации получит такое возможность только в следующем году, при исчислении налога за 2016 год, обусловлено тем, что существует разный порядок уплат. Организация уплачивает авансовым платежей за первый квартал, и скоростью уже за второй квартал эти платежи будут уплачены. Срок действий налоговых преференций ограничен 1 января 2019 года, так как мы полагаем, что по итогам первых лет применения закона надо будет проанализировать итоги этой льготы и принять решение о том, продлевать ли ее или прекратить ее предоставление. Кроме того, чтобы избежать двойного отнесения на расходы, двойного вычета сумм, которые уплачиваются в счет возмещения вреда, мы предлагаем исключить из расходов как по налогу на прибыль, так и по упрощенной системе налогообложения те суммы, которые зачитываются в счет странства налога, то есть те, которые были уже возмещены за счет средств бюджетов. Просим поддержать. Илья Вячеславович очень подробно изложил суть законопроекта. Законопроект разработан в исполнении поручения президента. Вы знаете, сколько было шума по Платону. Законопроект является положительным для налогоплательщиков. Он был в Розовском регионе. 56 регионов дали положительные заключения. Учитывая вышеизложенные, прошу законопроект принять в первом чтении. Коллеги, есть ли вопросы по докладу и со докладу? Есть, прошу записаться. Есть, пожалуйста, включите режим записи. Покажите список. Борис Сергеевич Кашин. Илья Вячеславович, вот в пояснительной записке говорится о том, что выпадающие доходы примерно 8 миллиардов рублей из-за введения этого законопроекта. И они будут компенсированы за счёт платы, получаемой от Платона. Но я как раз заранее спросил, сколько доходы от Платона запланированы. 19 миллиардов, вы сказали, из них 8 идёт, значит, концессионеру. Вот 8 концессионеру, ещё 8 выпадающих. Получается, что мы этим Платоном кормим этого концессионера, а государство ничего не получает практически. Вот зачем тогда всё это было огород городить? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, Илья Вячеславович. Спасибо, Борис Сергеевич. Во-первых, те суммы, которые поступают в бюджет субъекта Федерации, я напомню, что 11 миллиардов рублей уже распределено в виде иных межбюджетных трансфертов на поддержку городских дорог, а источником является сумма платы, это тоже государство. То есть нельзя сказать, что всё идёт к концессионеру. Это первое. Второе. Я напомню, что ранее в этом году было принято решение о повышении акцизов, которые полностью по поручению президента направляются на цели дорожного строительства, и Государственная Дума, парламент принял решение о том, что прирост доходов от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо, это 2 рубля, 1 рубль на литр, часть этих денег зачисляется в бюджеты субъектов. Напомню, что эта сумма, по прогнозам на 2016 год, составит дополнительных доходов дорожных фондов субъектов порядка 41 миллиарда рублей. Поэтому все выпадающие доходы, которые только возникнут, если этот законопроект будет принят, уже фактически компенсированы дорожным фондом субъектов. Спасибо. Антон Анатольевич Ищенко. Уважаемый Илья Вячеславович, в октябре 2015 года фракция ОДПР внесла в правительство на заключение законопроект, который предусматривает отмену транспортного налога для владельцев 12-тонников. Скажите, пожалуйста, вот с чем связано, учитывая, что Вы официальный представитель правительства, с чем связано, что на протяжении уже почти 8 месяцев правительство просто блокирует работу депутатов Государственной Думы, фракции ОДПР, и не даёт заключения? Рассматривался этот законопроект у Вас в правительстве? Какие были сделаны заключения министерствами, которые являются исполнителями, или которые имеют возможность сдавать свои позиции по этому законопроекту? И когда мы сможем всё-таки с правительством наладить нормальные взаимоотношения, чтобы в течение месяца мы могли получать официальные заключения? И работа депутатов со стороны правительства не блокировалась. Антон Анатольевич, я хочу сказать, во-первых, что действительно законопроект Ваши осматривался. Мы в рамках взаимодействия в правительстве, не скрою, подготовили отрезательное заключение, потому что нам кажется, что схема, предложенная нами, направлена примерно на одно и то же, то есть на исключение уплаты транспортного налога владельцами 12 тонных автомобилей, но делает это более корректно. Ну а почему заключение не вышло из правительства? Мне сложно комментировать. Видимо, какие-то сбои в работе существуют. Спасибо. Антон Анатольевич, обращаю внимание, всё-таки сейчас у нас не правительственный час с докладом министра финансов, да, мы рассматриваем конкретный законопроект. Но и вопросы должны быть касаться концепции законопроекта. Имейте, пожалуйста, в виду. Коллеги, кто хотел бы выступить? Борис Сергеевич Кашин. Я вижу, вижу. Ну, я когда шёл на трибуну, Николай Васильевич меня хотел подкрепить решением Конституционного суда, который частично признал, так скажем, ошибочную концепцию вот этого закона с Платоном. Но я хочу сказать, что мы и так видим то, что сначала делают, а потом думают. Что получилось? Значит, конечно, благодаря протестам дальнобойщиков какие-то, так скажем, льготы они получили. Ну, это трудно даже назвать льготами, просто сборы уменьшили. Но ведь что сделали? Ударили по самой, так скажем, малообеспеченной части вот этого всего процесса транспортного и сделали их работу практически невозможным. А результат мы, вот я сейчас ещё раз повторю эти цифры, 19 миллиардов за год собираются собрать, значит, из них 8 идёт к концессионеру в этом году, потом больше, а ещё 8 выпадающие доходы от того, что мы сейчас примем. То есть практически мы кормим концессионера. Я вовсе не против того, чтобы дорожные фонды пополнялись и за счёт акцизов, и как угодно. Но зачем огород городить всю эту схему и переваливать все проблемы на этих людей? Я пытался разобраться у себя вот в регионе, в Карелии, с этой ситуацией. С ними встречался. Есть проблема федеральная, потому что дело в том, что эти, значит, дальнобойщики-то работают с крупными компаниями через посредников. Эти посредники, значит, берут себе, естественно, часть денег, но это ещё не всё. Главное, что четвёртый элемент. Есть крупные компании, есть дальнобойщики, есть посредники, а есть ещё помойка. Это каждый посредник имеет помойку, которая, значит, фактически ему позволяет получать НДС. Вот неурегулированность проблемы с НДС, о которой нам вот депутат Макаров хвалился, как здорово она урегулирована вот в данном случае. И есть корень проблем. И здесь мы как раз могли бы получить и в бюджет деньги, и упростить жизнь рабочему классу. Но никто этим заниматься не хочет. Свалили на, значит, на пролетариат все проблемы. И теперь, понимая, что они просто перестанут работать, помогаем им, так сказать, чуть-чуть выжить. Но это не тот путь. И ещё раз говорит о том, что у нас в налоговой сфере далеко не всё в порядке. И я предлагаю всё-таки Минфину заняться проблемой НДС в данной теме. Она неурегулирована. Спасибо. Спасибо. Антон Антоличиченко. Уважаемые коллеги, вот абсолютно правильная констатация. В работе правительства наступил какой-то сбой. И полностью поддерживаю предыдущего оратора, когда было сказано, что сегодня есть на самом деле проблема с принятием решений, потому что сначала принимаем решение, а потом думаем, к чему это приведёт. Реально сегодня, после введения системы Платон в 2016 году, единственный, кто выиграет от введения этой системы, это будет оператор системы Платон, который получит порядка 10 миллиардов рублей. Бюджета не получит ничего дополнительно, поскольку нужно будет из федерального центра компенсировать выпадающие доходы. Но огромную волну недовольства, я думаю, мы получим в лице наших владельцев автомобилей, которые должны будут теперь выстраиваться опять в очереди. Они сначала выстраивались за получением этого оборудования для того, чтобы на машины свои поставить, а теперь они будут выстраиваться в очереди для того, чтобы отчитываться налоговую инспекцию по каждому чеку, который они получили за проезд по этим федеральным дорогам. Вы просто ставите опять всю страну в такое положение, которое я бы назвал там буквой ЗЮ, потому что и так 4 налога сейчас платят автовладельца, 4 налога, потому что все они идут на пополнение дорожных фондов. Я вам напомню, это транспортный налог, акцизы, платон, хоть он и не является налогом, еще сбор за провоз по дорогам крупногабаритного и крупнотоннажного груза. 4 сейчас платят. 40 миллионов автовладельцев каждый год идут в налоговую инспекцию, идут в ГИБДД, выверяются, потому что базы несовместимые, и собираем мы всего 140 миллиардов рублей. А мы два раза в год уже повышаем акцизы. Из одного повышения вы только 100 миллиардов получите. Вот представляете, что вы сейчас сделали? Вы сейчас не просто не упростили систему сбора и платежа этих средств, в том числе транспортного налога. Вы дополнительно сейчас владельцев направили в налоговую инспекцию для выверки своих платежей по транспортному налогу. Они теперь дважды будут ходить. Сначала будут в платон ходить, выверяться, потом будут еще в налоговую инспекцию. Но давайте все-таки как-то подумаем о наших налогоплательщиках. Они явно не дойная корова, и они должны заниматься своим прямым делом, пускай они перевозят грузы. Сегодня и так у нас транспортная составляющая, ВВП, огромная, она выше, чем в развитых странах. Надо сокращать ее, вы ее увеличиваете. И при этом еще отрываете от основной работы. Потому что они теперь бухгалтеров должны будут нанимать, для того, чтобы выверяться вот с этим платоном. Давайте отменим транспортный налог. Давайте вы эти суммы можете вполне легко возместить через акцизы. Вы это прекрасно уже сделали сейчас. Вы подняли нагрузку на автовладельцев через акцизы, но при этом не упростили им жизнь. А вот этим налогом, которые вы сейчас вносите изменения в налоговый кодекс с этим законопроектом, вы еще усложняете жизнь всем налогоплательщикам. Предлагаю все-таки вернуться к рассмотрению наших законов, которые были внесены, и отмена транспортного налога, и переложение сбора по выпадающим доходам в акциз, или же предложение полностью отменить транспортный налог для владельцев 12-ти тонников. Как это мы сделали в том законопроекте, внесенном в октябре 2015 года в правительство Российской Федерации? Спасибо. Николай Васильевич Коломейцев. Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, действительно, вот странные дела твои, Минфин, вместе с Конституционным судом. Вот смотрите, вы сначала придумали вместе с Минтрансом закон о Платоне, да? Конституционный суд частично поддержал, а частично сказал, что пункт 4 правил не соответствует Конституции, вы поняли? Но в то же время до 15 ноября разрешают их использовать. Параллельно с этим, вы сегодня, вот смотрите, у вас 2 миллиарда, 2 триллиона, 400 миллиардов задолженность субъектов Российской Федерации, да? По вашим же предложенным федеральному бюджету приложениям, она до конца года будет 2 триллиона 900 миллиардов, понимаете? И вы еще пытаетесь сегодня, не предлагая, чем возместить вот эти выпадающие доходы, да? Ну, отменить, не возмещая. Но мне кажется, что это неправильно по многим параметрам. Вот смотрите, критиковали там на общении президента с народом дороги в Омске, да? А скажите, пожалуйста, вот губернатор, вы его можете на трибуны верх ногами поставить. Вы же отменили закон, откуда он должен взять? У него дефицит бюджета колоссальный, да? Вы ему отменяете закон. А президент написал цедулю или его аппарат о том, что он должен дороги за лето сделать. Как он их сделает? Вот вы поясните, пожалуйста, в своем заключительном слове. Поэтому, ну, наверное, надо оставить один акциз. Вот я бы на вашем месте оставил один акциз. Он учитывает все. И про расстояние, сколько он проехал, и сколько бензина, солярки потратил. Вы же ввели платон, ввели транспортный налог и повысили дважды акциз, да? Но проблему не решили. Может, вы все-таки начните снизу собирать проблематику и формировать бюджет снизу. Тогда будет больше понятно, сколько надо сделать и с чего надо взять. Вот мне кажется, надо действовать так. А не так, как вы. Отрывайте. Спасибо. Илья Вячеславович, добавите к сказанному. Можно? Пожалуйста. Да, я буквально коротко. Дело в том, что хотел бы обратить внимание, что, во-первых, с НДС у нас дела обстоят лучше, чем с другими налогами. На 18% рост в период экономического спада это, в общем, свидетельство успехов администрированной НДС. Второе. Антон Анатольевич сказал, что у нас 40 миллионов автовладельцев платят 4 налога. Это не так. Потому что в системе Платон на сегодняшний день зарегистрировано порядка 700 тысяч автомобилей, из которых большая часть, существенная часть, принадлежит организациям, и остальные только принадлежат индивидуальным предпринимателям, то есть те, которые получают уведомления и платят налог по уведомлениям. Поэтому никаких 4 налогов на 40 миллионов автовладельцев нет. Более того, законопроектам, которые предлагает правительство, предлагается не повысить, не ввести, не каким-то образом увеличить нагрузку, а снизить ее на тех, кто сейчас уплачивает транспортный налог. Спасибо. Спасибо. Леонид Яковлевич Симановский. Микрофон. Можно говорить о всем, но данный законопроект улучшает позиции налогоплательщиков. Есть ответы регионов. 56 регионов по этому закону дали положительное заключение. Леонид Яковлевич сказал, что уже распределено 11 миллиардов, 27 областных центров и городов получили эти деньги. Поэтому мы считаем, что законопроект хороший, и его надо принимать. Спасибо. Выносим на час голосования. 16 вопрос. Проект федерального закона, внести не изменение в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации. Докладывает также Илья Вячеславович Трунин. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты. Представляемый законопроект также направлен на введение освобождения от налогообложения, но только в данном случае речь идет о налоге на доходы физических лиц и на освобождение выплат, которые осуществляются в пользу спортсменов, тренеров и также обслуживающих персонала, занявших призовые места на олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских играх. Только в отличие от действующего освобождения, когда такие выплаты освобождаются только в том случае, когда они осуществляются либо организаторами соревнований, либо за счет средств бюджетов, предлагается освободить от НДФЛ также такие призовые выплаты, которые осуществляются за счет средств некоммерческой организации, специально созданной и основной целью функционирования которой является поддержка олимпийского спорта. И перечень таких организаций предлагается определять по решению правительства Российской Федерации. Такой закон и его принятие чрезвычайно важно в преддверии очередных олимпийских игр. Просим поддержать. Спасибо. Леонид Яковлевич Симановский. Вячеславович изложил суть законопроекта. Он направлен на поддержку олимпийцев, паралимпийцев, а также людей, которые готовят... Я согласен. А также тренеров и других специалистов, которые готовят данных паралимпийцев и данных специалистов олимпийцев. Поэтому считаем, что он сегодня полезен, нужен стране, и предлагаем его поддержать в первом чтении. Спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы? Выступления? Пока нет. Выносим на час голосования. 17-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений статью 5-го федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Докладывает Алексей Витальевич Вовченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты. Пожалуйста, Алексей Витальевич. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, необходимость разработки данных поправок, обоснованных указом президента Российской Федерации 601, об основных направлениях совершенствования системы государственного управления, предусматривающего достижения показателя доли граждан, использующих механизмы получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году, соответственно, 70%. Речь идет о сертификате на средства материнского семейного капитала. Законопроектом предусмотрена возможность получения гражданами сертификата на материнский семейный капитал, в том числе в виде электронного документа. Мы не исключаем возможность не только в электронном, но в том числе и, как он был на бумаге, но и в виде электронного документа. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых расходов и средств федерального бюджета. В связи с тем, что такая возможность получения гражданами государственного сертификата на материнский капитал в форме электронного документа будет осуществляться с использованием уже существующей технологии пенсионного фонда по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде через единый портал государственных услуг. Соответствующие согласования все получены. Мы этим законопроектом завершаем свою работу по социальной сфере, я имею в виду, по предоставлению услуг в электронном виде. Просьба рассмотреть и поддержать. Спасибо, Алексей Витальевич. Лариса Николаевна Якулева. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей рассмотрел представленный правительством Российской Федерации законопроект, суть которого очень подробно изложил Алексей Витальевич. На законопроект поступило положительное значение правового управления аппарата Государственной Думы с некоторыми замечаниями юридико-технического характера, которые могут быть устранены ко второму чтению. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей полностью поддерживает концепцию данного законопроекта и его содержание и рекомендует Государственной Думе принять данный законопроект в первом чтении. В случае принятия законопроекта в первом чтении просим сократить срок подачи поправок ко второму чтению до 15 июня 2016 года, а также изменить круг органов и организаций для направления данного законопроекта. Так, просим не направлять законопроект в субъекты Российской Федерации, учитывая предмет ведения. И, кроме этого, это позволит принять данный законопроект уже в эту сессию. Уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» также поддерживает концепцию данного законопроекта и принятие его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы с вашей стороны. Нет пока. Выступление? Нет. Выносим на час голосования. Так, 18 и 19 вопросы после 16.00. Давайте 24-й рассмотрим вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Иван Константинович Сухарев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, это продолжение антисанкционных законопроектов ЛДПР. В целях защиты национальных интересов в соответствии с федеральными законами номер 281 ФЗ о специальных экономических мерах и 390 ФЗ о безопасности в отношении группы стран был установлен запрет либо ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия на территории Российской Федерации. Данные меры были установлены актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Данные запреты устанавливаются в целях запрета на ввоз продукции определенной сырья и продовольствия и исключает возможность их дальнейшего оборота на территории Российской Федерации. Однако, как мы видим, несмотря на все предпринятые усилия, по-прежнему продаются запрещенные к ввозу продукты и, собственно говоря, на борьбу с этим злом и направлен наш законопроект, законопроект ЛДПР. Потому что мы считаем, что такие действия не согласуются с проводимой государством внешней политики и требуют дополнительного законодательного регулирования в части усиления административной ответственности лиц, осуществляющих такую деятельность. В связи с этим мы предлагаем дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.2.1, устанавливающей отдельные меры ответственности за продажу товаров, в отношении которых в целях защиты национальных интересов Российской Федерации запрещается, либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия в соответствии с действующим законодательством. Прошу поддержать. Спасибо. Иван Константинович, с содокладом выступит Рустам Барифатович Ишмухаметов. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые коллеги, комитет, рассмотрев данную инициативу, не поддерживает его концепцию по следующим основаниям. Во-первых, необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона 281 ФЗ о специальных экономических мерах, к специальным экономическим мерам относится запрет на совершение действий в отношении иностранного государства, иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и возложение обязанностей в совершении указанных действий и иные ограничения. Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона, решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранного государства или иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут применяться, принимается президентом Российской Федерации на основе предложения Совета безопасности Российской Федерации с обязательным незамедлительным информированием Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации о таком решении. В соответствии с пунктом 1 указа от 6 августа 2014 года, номер 560, о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации в течение одного года со дня вступления в силу данного указа запрещается либо ограничивается ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившихся к такому решению. Других запретов, вышеперечисленные нормативные правовые акты, не содержат. Таким образом, основания для установления административной ответственности за продажу таких товаров отсутствуют. Комитет Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, являющийся исполнителем, также не поддерживает законопроект. И Комитет наш по конституционному законодательству государственного строительства рекомендует также законопроект отклонить. Спасибо. 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 Пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы? Прошу записаться, включите режим. Покажите список. Иван Константинович Сухарев. У меня вопрос к садокладчику, собственно говоря. Ведь все мы ходим по магазинам, все мы видим, что по-прежнему продукция, которая запрещена к ввозу, появляется на прилавках наших торговых сетей. И если не принимать данные законопроект, тогда какие меры предлагает Комитет и, может быть, лично садокладчик? Спасибо. Спасибо, уважаемый Иван Константинович. Я бы хотел отметить следующее. Нужно учитывать, что в соответствии с пунктом первым данного указа президента Российской Федерации, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукция подлежит уничтожению, что означает наступление для нарушителей неблагоприятных последствий за несоблюдение установленного запрета. Поэтому я сомневаюсь, что они есть в магазинах. Ну и, кроме того, данные меры в соответствии с указом, они меры носят временный характер и применяются независимо от других мер, направленных на защиту интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности. Ну и, конечно, на защиту прав и свободы ее граждан. Поэтому я считаю, что те меры, которые сегодня реализуются, они уже достаточно. Спасибо. Спасибо. Иван Игнатьевич Тармаев. Юрий Игнатьевич Тармаев, прошу прощения. Юрий Игнатьевич Тармаев, прошу прощения. Проверяющие органы будут проверять и, соответственно, в соответствии с законодательством же выносить протоколы о нарушении кодекса административных правонарушений. Ну вот, хотел бы в продолжение сказать сразу, чтобы не отвлекать внимание коллег, хотел бы сказать, что Рустам Рифатович не убедил меня в том, что на самом деле у нас отсутствует продукция, которая запрещена к ввозу, она присутствует на полках магазинов, и именно в связи с этим данный законопроект, собственно говоря, появился и был внесен в Государственную Думу. Поэтому, так как не хватает мер, которые уже имеются, мы предложили второй заслон для так называемых антисанкционных мер, и считаем, что если какие-то необходимо вносить изменения, можно внести их ко второму чтению. А в целом законопроект, как отметил задающий вопрос второй, он нужный, действенный, ну и, собственно говоря, я призываю коллег поддержать его. Спасибо. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Нет желающих выносить. Кулик. А, Кулик, Геннадий Васильевич, не увидел вашу руку. Геннадий Васильевич Кулик, извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я бы этот закон не поддерживал, потому что ответственность за пропуск таких товаров в Россию несет таможня. На таможне изымаются все эти товары, которые по указу президента не должны ввозиться на территорию России. Теперь по существу. За прошлый год мы на 46% сократили импорт продовольствия. Указ работает достаточно плотно для того, чтобы защитить наших отечественных товаропроизводителей. Поэтому дополнительные пугалки, которые мы предлагаем ввести, значит, они будут приводить только к тому, что будут возникать конфликты, которые связаны с тем, что мы живем сегодня и работаем в обществе, которое создало свободную зону торговли из четырех государств. И там есть свои правила, которые позволяют им решать некоторые вопросы, которые не зависят от того указа, который принял президент. Поэтому прошу вас к этому отнестись очень осторожно. Это непростой такой вопрос. Еще раз повторяю, указ президента работает полную мощь. Дай бог. Поэтому возместить надо все то, что мы с вами сократили за воз. Поэтому я бы такой закон сегодня не принимал. Спасибо. Иван Константинович. Иван Константинович Сухарев, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за обсуждение данного законопроекта. Я в целом лично считаю, и партия ЛДПР выступает всегда на стороне защиты национальных интересов, на стороне защиты национальной безопасности и, конечно, на стороне наших отечественных производителей. Поэтому я считаю, в данном случае речь идет о национальной безопасности страны. Никто не говорит, что где-то что-то не работает совсем. Но между тем, мы, так как люди, которые общаемся с гражданами постоянно в соответствии с законом, федеральным остатом все депутаты Государственной Думы, постоянно проводим встречи с населением. А гид-поезд проехал только по последнему маршруту, 44 тысячи километров. Провели 500 встреч с избирателями. И люди жалуются на то, что продукция зарубежная оказывается на прилавках. Смешно. Доходит до того, что белорусские ананасы появляются на полках наших магазинов. Ну и кто не ходит в магазин, рекомендую все-таки посетить и действительно узнать о том, что проблема эта существует и все-таки не до конца действует. Да, может быть, виновата таможня, но мы не видим наказанных таможенников. Поэтому все-таки я прошу здесь внимательно подумать и в целях защиты национальных интересов Российской Федерации данный законопроект, внесенный депутатами фракции ЛДПР, поддержать. Спасибо. Спасибо. Рустам Префадович, Ильич Мухаммедов, пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я бы хотел добавить, что кроме тех вопросов, которые сегодня обсудили, я бы хотел отдельно подчеркнуть, в том числе и инициируемые изменения в кодексе. То есть, во-первых, размер административного штрафа, предлагаемый, он не согласуется с частью первой статьи 3.5 кодекса, который размер административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, не может превышать 50 тысяч рублей. И также законопроектом не предусмотрен круг должностных лиц, уполномоченно составлять протоколы о соответствующих правонарушениях, и неопределенные должностные лица, уполномоченно рассматривать дела об административных правонарушениях и ответственность, за которые планируется предусмотреть в кодексе. В соответствии с этим мы также всё-таки просим отклониться. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования и сделаем перерыв до 12.30.